Мы готовились хорошо к этой, разбирали все, но, как оказалось, сегодня было чуть мало концентрации. Я считаю, что они хорошо попали, будивельник хорошо попал, особенно в первой половине, не знаю, порядка, наверное, 8-9,3 очковых они забили. И увеличили свой отрыв. Рывками мы показывали хорошую игру, в принципе, пытались догнать, но, считаю, в защите сегодня плохо сыграли, пропустили 91 балл. И, считаю, в принципе, выиграли подбор, но этого мало для такой игры, будивельника. Мы будем работать над ошибками, в принципе, тут больше нечего сказать. Ну, ощущаем поражение, никто не любит проигрывать, но, знаете, это будивельник, соперник, в игре с которым нет мелочей, все складывается из каждой мелкой детали. Мы где-то из-за отсутствия фокуса допустили ошибки тактического плана, где-то игроки будивельника забили очень сложные броски. Ну, и мы в начале, в третьей четверти пытались что-то поменять, меняли разные виды защиты, все, что могли, чтобы остановить и изменить ход игры, когда поняли, что забить 85-90 очков у нас не получается, у команды будивельника выиграть, не забивая 80 очков, я думаю, практически невозможно. Уже держали в голове больше следующую игру с Черкасами, так как это баскетбол, это спорт, проиграли игру, едем играть дальше, едем за победой в Черкасу. Конечно же, разочарование из-за поражения, но сейчас нет времени даже это анализировать, есть время забыть и готовиться к Черкасам. Первое, с точки зрения команды, мы играли очень хорошо, я думал, что мы работали хорошо, я думал, что мы выполнили наши сетки, и мы чистили все, что мы не делали в первую половину, и мы делали в вторую половину, что было оборудование противостояния. Это было хорошо, это хороший победа для нашего команда, потому что Днепро – это хорошая команда, и лунки чувствуют хорошо, просто хорошо, чтобы вернуться. Майк говорит, что у нас не случайно хороший, команда сегодня вышла с хорошей энергией, плавно двигала, и он заявил, что первая и вторая, и вторая, и вторая, и вторая, и вторая половина, а строительство сделал выяснение и выяснил те ошибки, которые были в первой половине, и Майк означал, что и раньше в защите команда навела порядок, поэтому и, в основном, победила, и дальше уже с хорошими сторонами, и дальше. Знаете, как Днепро, мне она очень нравится, команда, она очень мобильная такая, вот она команда, да? Да, они все вместе, и они всегда держат в напряжении команду, друг соперника, да? И уже тогда, вот наш уровень игроков, мы можем, мы можем их атаковать и обыгрывать, но в каких-то сразу моментах, мы видели моменты в игре, где мы где-то что-то нас, не то, что у нас не получалось, но они заставили, да, нас тоже, как команда, и сразу они бегут, они могут сразу забить мячи, так что команда очень нелегкая, и доказала опять 14 подборов у них на чужом щите, это большая вещь, то, что мы в первом тайме проигрывали, и, ну, некоторые вещи мы сделали хорошо, некоторые плохо, конечно, попали 50% в трехочковые, да, это очень хорошее попадание, но фолы 46, да, хоть и много не били, и также хорошее, что мы только 4 потери сделали, значит, мы компенсировали, компенсировали какие-то вещи, которые проиграли на своем щите, да, слишком много, но компенсировали. Значит, она такие была, это и показатель команды Днепра, да, которая, она сразу ударит там, где ты немножко будешь послабее, а так, как команда, мы сыграли хорошо, это и дало, это дало эту победу, потому что то, что говорили, мы в перерыве как раз о вещах, которые не удалось, подбор и защита транзиции, мы ее скорректировали, и хорошо, мне понравилось, что ребята слушают, и они выходят с этим заданием, поменяли, и уже было лучше на втором тайме, да. Игорь, вопрос, конечно, не для такого широкого ответа, но, тем не менее, два очка в команде, скажите, пожалуйста, коротко о них, какие проблемы они призваны решить, и чья инициатива это была, вот, собственно, ваша руководство команды? Это все, мы все одна команда, это мы все одна команда, у нас задачи большие, высокие, и, да, что мне, как сказать, кто рендал, разыгрывающие, правильно, еще разыгрывающие, которые все-таки, если мы даем и Близнюку, и Клавелу, они, ну, они могут немножко помочь, но такой реальный очень разыгрывающий у нас один, да, в модном баскетболе их даже три в команде, да, так что, ну, мы можем считать, что Клавел и Близнюк могут быть тоже, значит, тогда мы так усиливаем себя там, и они два разных, как Стоктон, как Рендал играет, разных стилей разыгрывают, потому и такой выбор тоже, да, ну, и Рендал это украинский игрок, да, и про Конева, Конева мне очень, мне самому понравился, в прошлом году я всегда, когда надо было сыграть с черкасами, в этом скаутинге и так далее, ну, надо было думать про него, что и как, потому что он разнообразный игрок, и он командный игрок, и у нас на, он на этом, на между большими и маленькими, он такой, как сказать, ну, да, как по-русски это слово, она, он может некоторые позиции несколько, да, несколько прикрыть, и, конечно, то, что тоже, ну, он украинец, местный игрок, это тоже хорошо, и вообще просто, что у нас в команде будет украинец, и по таким, ну, как сказать, больше ротаций мы можем сделать нашим иностранцам.